Ириш, вот ты каждый день меняешь прически. Ой, Мансур, была бы моя воля, я бы и стрижки меняла каждый день. И пробовала что-то новенькое. Люблю меняться. Вот тогда бы ты вообще всех бы на свете запутала. Да почему? Оказывается, по стрижке можно определить характер человека. Сейчас мы всё узнаем о себе и о всех наших коллегах. У психолога-физиогномиста Светланы Филатовой. Светлана, доброе утро. Ну, раз так, давайте поговорим о хвостах. Сейчас модно носить хвосты высокие, конские. Бейонсе, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес. Вот они все с хвостами. О чём может сказать такая прическа? Вообще сразу несколько параметров можно определить. Во-первых, где расположен этот хвост? Это, конечно же, практично. Длинные волосы, чтобы они не мешали, их собирают в хвост. Это функционально очень. Но обратите внимание, что чем выше расположен хвост, тем больше темперамента у обладательницы этого хвоста. То есть бейонсы самые нетемпераментные. А Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес наоборот. Судя по всему... Тут три места у нас как раз, видите? Да, да, действительно. Кто у нас самая темпераментная получается? Ким Кардашьян получается. Ну да. Вот смотрите, а если дама собирает волосы в пучок? Ну, например, Пенелопа Круз или Николь Кидман. О чём это говорит? Вы знаете, тут такая ситуация. С одной стороны, они волосы убирают, безусловно. Но с другой стороны, обратите внимание, они ещё и демонстрируют. Вообще для женщины волосы это такая, знаете, это показатель их сексуальности. Это как у меня сегодня. Да, совершенно верно. Ирина прям вот чисто по-женски собрала волосы. Вот, кстати, ещё светлые волосы очень хорошо прям... Демонстрируют сексуальность, да? Тут показывают женственность. То есть пучок говорит о женственности и такой несколько сдержанной сексуальности, да? Да, да. Мы всё о женщинах, о женщинах. Но ведь некоторые мужчины тоже сейчас стали собирать волосы в пучок. Вот, пожалуйста, иллюстрация. Но смотрите, здесь нет вот этой вот красоты вот в этом пучке. Я думаю, что здесь очень практичности много. Сейчас это модно. Мужчины добавляют себе растительности, да? Вот у вас, кстати, Мансур, волосы немножко длинноваты, в общем-то. Да. Да, и это тоже говорит о... Хорошо, давайте пока о женщинах поговорим. Каре. Хорошо. Я очень люблю каре. Давайте назовём этих женщин с каре. Мила Йовович, Рису Изерспун и по центру у нас Кэмерон Диас. А каре вообще очень практичная прическа. Смотрите, с одной стороны, это демонстрация красивых волос, но с другой стороны, нет лишней длины, за которой нужно очень сильно ухаживать. То есть женщина, которая подстригает волосы именно таким образом, она старается концентрироваться не совсем на своей женской привлекательности, и на привлекательности, и с другой стороны, она концентрируется на каких-то деловых качествах. Мы много узнали сегодня Светлане, да? У неё ведь тоже каре. Да. А с другой стороны, ещё длина этого каре. Если женщина демонстрирует шею, а шея – это из древних времён, достаточно опасное место. Если женщина демонстрирует, то она как бы подчиняется, она показывает свою беззащитность. И вот чем короче… То есть это хрупкие женщины, да? Идем дальше. А если вот у женщины или у мужчины, как у Мансура, кудрявые волосы? О чём нам может говорить такая кудрявая и лёгкая небрежность? Да, давайте всю правду, пожалуйста. О кудрявых. Вы сами сказали. Да. Но это опять, давайте вернёмся к темпераменту, один из признаков темперамента – это кудрявые волосы, это рыжие волосы, это вот пучок, чем выше, тем больше темперамента. Плюс ещё кудрявые волосы, они же от природы, правильно? И вообще, вот в цивилизациях, где больше интеллекта, да, вот там более прямые волосы, но кудрявые волосы говорят о таком, знаете, вот внутреннем оптимизме. Я понял, короче, я интеллектуал, энергичный, симпатичный, оптимист. Сексуальный, забыл добавить. Да, правильно. А пока перейдём к коротким стрижкам. Да, вот у женщин, кстати, говорят, короткая стрижка, о чём говорит? Женщина сконцентрирована, когда на каком-то деле, она не отвлекается на то, чтобы ухаживать за волосами. Вообще, длинные волосы… Вот, смотрите, какие звёзды. Да, да. Красивые. Холли Берри, да, я узнал. Пинк. Да, но… Шарли Стерон, Шерон Стоун. Вот Шарли Стерон, она же долго ходила с длинными волосами, до тех пор, пока ей нужно было демонстрировать свою женственность. А потом, когда она перестала кому-то что-то доказывать, она просто подстриглась. И это такая перезагрузка для женщин вообще. Можно ли сказать, что женщина с короткой стрижкой – это женщина, которая всего достигла, уверенная в себе, и её не очень-то беспокоит мнение окружающих? Да, безусловно. Мы прошлись по женским прическам. А вообще, давайте и мужчинам уделим немножко внимания. Например, сейчас модны бородки, как вот у Бена Аффлека или Дэвида Бекхэма. Очень здорово, что мужчины стали отращивать бороды, и они добавляют себе мужественности. Это всё-таки признак мужественности. Вот ещё одна тема. Когда мужчина бреет голову на лысо. Вот о чём это говорит? А это говорит о том, что мужчина отказывается от своего темперамента, да, он старается показать уже больше своей логики. Получается, это как вот у женщины с короткой стрижкой, когда мужчина уже всем всё доказал, ничего никому не должен, и он позволяет себе быть просто вот органичным. Если он сконцентрирован, например, на каком-то деле, то да, да, действительно, он больше никому ничего не доказывает, он просто живёт для себя. Ну что ж, теперь мы всё про всех знаем. Спасибо вам за интересный разговор. Хорошего дня. Спасибо.